В общем, сейчас нас ожидает игра Super Star Wars. Это единственная из всех игр серии Star Wars, которая до сих пор не побывала ни на одном GDQ. И так как сейчас, в связи с выходом нового эпизода Звездных Войн, эта тема довольно хайповая, ребята решили найти какую-нибудь игру, которую было бы неплохо проспидранить на GDQ. И, как оказалось, единственная такая игра, которой у нас еще не было вообще нигде, это Super Star Wars. Игра довольно старая, вышла она на NES, если мне не изменяет память. По-моему, она вышла на NES. Это самая-самая первая игра серии Star Wars, компьютерная, ну, точнее, видеоигра серии Star Wars. Она выходила на Super Nintendo Entertainment System в 92-м году. И была довольно неплохо принята игроками. Она, в принципе, повторяет сюжет Звездных Войн эпизода 4-го. Несколько элементов, несколько, скажем так, сюжетных ходов там были переписаны в угоду игре. Но, по большому счету, эта версия считается достаточно каноничной. И в Disney-блог она попала в связи с тем, что, собственно, права на Disney, права на вселенную Star Wars сейчас принадлежат Disney. В связи с чем, собственно, Star Wars сейчас, несомненно, является частью вселенной Disney. В игре присутствуют, если мне не извиняюсь, три играбельных персонажа. Это, собственно, Люк Скайуокер, Хан Соло и Чубака. Большая часть уровней будет проходить с Люком Скайуокером. Он самый первый персонаж, который появляется у нас в начале, потом у нас появляется, по-моему, Хан Соло, а в конце Чубака. То есть, вначале мы можем играть только Люком, а потом мы можем уже выбирать из нескольких персонажей. Большая часть уровней проходит с Люком, так как он самый быстрый. Но некоторые уровни проходят с Чубакой, так как Чубака высоко прыгает. Да, и он еще делает классный подкат. А, уже началась, что ли? Классный подкат делает Люк. Уже начался рейс? А у нас уже начался рейс, уже просто по полной программе, причем это гонка. Не, подождите, они тестят, не может быть, чтобы начался. Нет, сейчас мы включимся. Ну, собственно, пока что эстимейт идет, то есть, таймер не включили. А, ну я говорю, все нормально. Дификулти будет стоять изи. Все, все, все. По большому счету это мало на что влияет. Просто позволится делать некоторые трюки. Если мне не изменяет память, то кто-то другой игроки играют на Nintendo Virtual... На консоль? Не, они на консоль играют. Да-да-да. Ну, то есть, на эмуляторе SNES, на Wii. Ну, таймер не идет. Таймера пока нет, они просто тестят, собственно, как проходит захват. Да, ну, то есть еще 10 минут не прошли, на самом деле. Во время захвата видео с консоли Страйкера, там были проблемы со звуком, насколько я знаю. Угу. Ну, вот смотрите, какие они поэдерсы. Таким, мне пришлось прислать свой спидран без звука. В принципе, игра, да, ну, игра проходится примерно за полчаса, даже быстрее. Там используется несколько трюков. Ну, по большому счету, она, в ней не очень много гличей. Там есть определенные проходы через текстуры и так далее. Используются подкаты. Ну, а вы все это увидите. Ну, да, немножко похоже на металл слаг действительно будет, но... Скорее, такой хардкорный платформер, потому что вы бежите тут... Он, кстати говоря, не очень хардкорный. Нет, тут на самом деле очень как-то неожиданно некоторые вещи появляются на экране. Да, но по большому счету это не ультра хардкорный платформер. Ну, знаешь, не современный. Ну, вот, и опять же, если сравнить с тем же Батлкидом. Это не тот вариант. Вы видите полосы, потому что они есть на оригинальном стриме, они у нас. Ну, пока и тест идет, ничего. Ну, у нас изначально три жизни. Вот этот меч, кстати, это наш ХП. Вот. При том, что... Да, можно его прокачивать. При том, что Люк может драться здесь с уветовимым мечом, но он не будет этого использовать совершенно. Ну, вроде как, я, по крайней мере, как видел... Ну, по-моему, нет, по-моему, нет. Это совершенно невыгодно. Ну, вот пистолет, стреляющий ракетами, тоже нормально. Я так понимаю, тут бесконечный спалм, что ли, если не продвигать кадр сайт-скроллинг, если не делать, короче. Да, можно просто гриндить ХП-шечку. А что, Сайрус накидал одно и то же? Сайрус спамер. Наверное, какая-то проблема у него была с отправкой. Фу. Я буквально на секундочку отойду. Да, ну, пока все равно ничего интересного, ну, такого серьезного не происходит. Мы еще не начали. Вот. Слушай, я реально слышу смех там тоже. Видимо, там реально кто-то сидит и ржет на заднем плане. Я не знаю, может, меня тоже глючат, но я не вижу, что кто-то смеялся. А, нет, я вижу. Там афроамериканец смеется. Нет, нет. Тут все прокачивают свой меч, в чем проблема? А резик прошли, да. Ты хочешь про... Э, это реклама старая, да, я помню. Э, это реклама старая, да, я люблю тебя, сын. Написали как-то. Ага. Ну, сейчас уже должны начать. Ну, они что-то прикалываются. А, ноу-сигнал, отлично. А, нет, все нормально. А все тут хорошо? Нет. Это в Афроамерике, да. В Вашингтоне в Афроамерике. Что за трёх? Был первый резик, ремастер. С этой, посмотрите, он очень классный. Может, даже нас не слушать, может, просто посмотреть. Ну, это симулятор дверей, в общем-то. Как бы сказать. Да, будет проходить на лёгком, это Any% игра вышла в 92-м году. Any%, то есть, это... Просто пройти. Да, просто пройти, как угодно вообще. Вот. Они играются в опциях. Нет, они вообще, они просто в меню двигают. Ну, наверное. Вот. Ну, это будет гонка. Я думаю, один из них справится. Ну, примерно, верно, так, 25 минут, может быть, чуть больше. Это очень быстрая игра. Здесь нет уж прям таких очевидных... Слушай, тут будут очевидные скипы? Нет, нет, тут будут скипы, потому что игра всё-таки не настолько короткая. По-моему, тут будут что-то типа проваливаться сквозь этажи. Да, это на каком языке? Я готов. Это китайский. Да. Да, точно. Ну, не переводи тогда, что мы написали. Дартр... Дартр Вейдер похож на статуи свободы. Ну, может быть, как специально. Да, всё. Поехали. Так, ну, как вы видите, тот и другой спидраннеры используют эту же тактику. Это подкаты. Для перемещения. Они довольно сильно увеличивают скорость перемещений. Забрайте внимание, какой у них отличный сайд-скроллинг. Ну, да. То есть, да, вот, обратите внимание, есть определённый элемент... Вообще, на рейсах всегда хорошо смотреть на вот этот элемент рандома. Да, сейчас он получает властер power-up, это очень важно, потому что... Однако, он сзади того, он опаздывает сейчас, потому что он там получил урон и это его затормозило. Да, да. Гоэллсон сейчас, Дензел сейчас идет позади. А как это вообще возможно, ты убиваешь скорпиона, и из него другие скорпионы вываливают? Это же не так, в реальности. Вообще, чё? Это же рад скорпионы, их не было в звёздных воли. Ну, собственно говоря, да, сейчас я имею в виду с первым боссом. Он, по степени, очень сложный. Тут есть читерские места, где он попадает в вас. Да нет, у меня такой чувство, что он, в принципе, так дамажит, и просто, как бы... А не проходит его просто танком, как бы, своего хп, потому что это конец уровня. Не совсем. Почему? Ну, он не дамажит. Ну, хотя бы, больше, больше. Но они, по-моему, чисто танком проходят своего хп, и ничего больше. Ну, да, в общем, это выглядит, как страйкеры вперед, потому что РНГ, и просто немного вперед. Ну, вот стэчклер. Что, наверное, будет здесь. Ну, пока что... Да, Дюна пошла. Да, Дюна пошла. Я не помню в Star Wars таких червей, на самом деле. Это такая отсылочка такая. Так, да, кстати, вот интересный момент, дело в том, что Star Wars в себе сочетает два элемента. Это, собственно, платформинг и вот такие вот покатушечки на кораблике. Да, и битва с набегающими козлами. То есть мы сначала будем, по-моему, вот на этом вот кораблике кататься, потом мы будем, вроде бы, улетать на X-Wing. Ну, в большинстве учета управление примерно одно и то же, то есть мы просто летим, стреляем врагов. Ну, тут такое псевдо-3D, то есть если там у нас была чистая 2D, то тут мы, вроде как, перемещаемся в пространстве. Да, страйкер сейчас заюзал турбо-ускорение, в то время как Данзл до сих пор его набивает. Я вот, кстати, так и не понял, от чего зависит количество ваше нахождения, ну, времени на этом уровне. Тут либо, видимо, всех убить надо. Скоро определенное набрание. Я и этого не понял, на самом деле. Да, мы убиваем бедных Джав, которые... Да, тут, кстати, вот это вот, это эпизод, который не соответствует панамичному варианту Звездных Войн. Да, много из них не соответствует. Здесь Люк идет, отправляется покупать R2-2.2 и Стрепио. Но если в фильме он просто отправился на рынок Джав, чтобы его убить... Ну, я думаю, вы помните этот эпизод. То здесь он пробирается через какие-то платформы для того, чтобы на самом верху добраться до этого тайного рынка и в итоге все-таки купить... А, и в итоге спасти их, откуда-то вызвали, в общем, что-то такое. Ну, это единственная часть, где нарушается канал, собственно, фильма. Поплавок какая-то, по-моему. А, это Кирилл. Ну, привет, Кирилл. Ты решила, как это было очень тяжело? Ты просто должен быть очень быстро с начала платформы, я думаю. Ну, пока ничего особенного. По большому счету, тут самое главное, это правильный тайминг. Если мы потеряем правильный ритм, то у нас все начинает сбиваться, и мы начинаем двигаться слишком медленно. Вот, собственно, поэтому Дензел тут где-то немного сбился, и поэтому он немного отстоялся. Ну, Страйкер постоянно его обгоняет. Ну, Страйкер... Да, да, да. Ну, все-таки Страйкер... Страйкер, в принципе, был и инициатором введения именно Курана, да. Да ладно. Дензел выступил как его партнер. Есть несколько вещей, которые мы не можем делать в этом. Одно из них, что вы увидите, в несколько уровней, когда мы увидим, что мы просто спускаемся на самый низ. Этой махины, ну, не знаю, это корабль, что это танкеры, вот. Причем заставок нам никаких не покажут, у нас там будет промотка, и мы ничего не поймем вообще по сюжету. Страйкер у нас был очень хороший начальник в этом уровне, который был последний уровень. Да, я получил это. Да, это достаточно сложный уровень, здесь постоянно... Дело в том, что вот этот турель, она начинает спауниться чуть... Ну, она, как бы, спауниться чуть раньше, и иногда стреляет... Стреляет мне попозже. Да, 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 потому что... Да. По-хорошему, это место можно было очень быстро пройти без урона, но... Ну, тут, как бы, они играют на изи, в тоже такой момент, они играют на изи, их не очень сильно дамажат, в принципе, все боссы, поэтому они их и танкуют, скорее всего, и так далее. Ну, видно, что Дензел застревает в ногу в каких-то моментах, в отличии от... По большому счету, он не на ногу. Ну, да, они на ногу, ну, тут они не очень длинные тиши. Ну, посмотрим, вот там будет уровень швуки, где сложно будет... Надо будет играть, ну, за чувак сейчас. Да, и... Ну, смотри, что это, наверное, самое быстрое, которое он должен делать. Ну, пока еще никаких скипов не было, никаких кличей особо не было. Ну, вот, как говорит Страйкер, вот эта вот часть, где мы убиваем этого мини-босса, да, это очень простая часть, мы просто стоим, стреляем в него и... Прям в его текстуру влезаем и начинаем его расстреливать. А тут особенность в том, что, когда мы залезали в его текстуру, нам нужно было находиться в состоянии слайдинга, то есть скольжения. Тогда игра считает, что мы до сих пор находимся в состоянии скольжения, и по нам не проходит дамаг. Ну, начался, собственно, следующий уровень. Как вы видите, оба спиран... их спидранеры используют абсолютно одну и ту же тактику прохождения, потому что, ну, это самая эффективная тактика. Я думаю, что это не просто, как они выглядят в состоянии скольжения. Они не простые, но... Они не простые, но... Я думаю, как они выглядят. Они не простые, но... Тут, как вы видите, особенность в том, что часть из этих платформ рушится, часть остается на месте, но... Ну, вот здесь он сейчас получил урон просто за счет того, что он провалился чуть дальше экрана и получил таким образом урон чисто из-за скроллинга. Он просто не видел там врага, но он, скорее всего, знал, что он там есть. Здесь вообще, дэмэдж буст, как бы, это нормальная практика. Это нормальная практика. Хотя, они здесь замедляются, безусловно. О, господи, они... Они... А, сама что ли? Почему это то же самое? Я не понимаю, но почему я вижу тот же самый момент? Нет, видите, значит... Он умер. Он упал. Он упал вниз. А, точно. Стайкер упал. Ну, значит, ему надо догонять. Да... Я не понимаю, на каком моменте сейчас он по сравнению с ним. А, он ненамного затормозил. Ну... Ну, видишь, да, вот... У этого уже фактически уровень закончился. У Дазла... Да, ведь... У Дазла закончился уровень, они, собственно, получают... Артлайд Глайд Стрепио. Ну, то есть, Страйкер довольно много времени потерял за счет этого... ...тон, что убал... Ух, кстати, как видите... О, вот смотрите, они вот тут используют немного разную технику. И вы увидите, что Данзел здесь проходит с... ...со световым мечом, а Данзел с кластером. Не, бородач тоже нас большим... ...должение, у длинные. Но, если они правильно показывают камеру. Ммм, сейчас Данзел идёт немного быстрее, да. Да, ну чуть-чуть. Ну, как бы, опять же, да, в последний момент всё может очень плохо разрешится. Сейчас у нас битва с боссом, это единственный босс, которого они будут убивать световым мечом, ну, не знаю почему, просто... А, нет, он... Нет, 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 Данзел продолжает идти с бластером, это Страйкер идёт со световым мечом. Я помню, что Данзел... Страйкер, Страйкер в голову с световым мечом, да. Да, а Данзел убивает его в голову. Я перепутал, я другого смотрю. Ну, ну, ну... Ну, это, конечно, печально, что Страйкер так сильно отстал. Да, не сильно, но сколько сейчас посчитаем? У этого уже битва с... Да, Данзел уже битвый боссом закончился. Я не могу верить это. Это, как, более 50% chance of dying, для меня, по крайней мере, на боссе. И теперь мы будем играть на гейме, чтобы узнать, что это лучше. Да, это, наверное, будет лучший момент для донаций. Да, это не было. Так, ну, и здесь, как бы, опять уровень, где нужно просто настрелять определенное количество мобов. Окей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. С платформингом они действительно довольно короткие. Так они даже не скипывают ничего, вот как ты видела. Да, да. То есть они действительно обузят этот подкат, просто как бы... А звуки очень смешные подкат, по-саму-то. Ну, увидите еще, будет весело. Ну, собственно, тут достаточно простая часть. Да, верно. Да, верно. В общем, все зрители хайпуют по поводу того, что найдена еще одна игра во вселенной Star Wars, которую еще не спидранили на JDKill. Да, я не хочу поговорить об этом, но я уверен. Я уверен, что моя лучшая игра, это в твоих играх. Ооо. Ну, все радуются, на самом деле, по этому поводу. Ведь это здорово. Нет, может быть, просто к следующему JDKill. Disney выпустит еще одну игру во вселенной Star Wars. Олегу считается или нет? Да. Ну, окей. И на каждом JDKill будет по игре во вселенной Star Wars, они никогда не будут повторяться. Смотри, тут по диплодогам можно ездить. Ну, или как это называется? Динозавры, в общем-то. Ну, если да, я не понимал этого. Они спят или они мертвы? В принципе, платформер получил действительно хорошие отзывы от прессы. То есть, тут есть определенная доля хардкора, но чрезмерная. Он качественно сделан. То есть, как вы сами видите, здесь нет особых скипов. Единственное, его, ну, такой минус, можно сказать, это то, что игра короткая. Ну, для нас это не минус, потому что... Но она еще короткая, потому что... Не кажется, она вырви глазная и вообще какая-то ужасная на харде? Нет, нет. Ну, это да. Да, на харде все, конечно, сложнее, потому что... Ну, у нас тут стараются игры на время пойти. Как бы нам не важно на какой уровень сложности. Не, иногда есть специальные категории. Нет, 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 есть категории на конкретном уровне сложности. Ну, я поэтому его не видел вообще. Я не видел, что бьется вот. Тот же батл в Локфи, это... Проментирователь, который проходится на инсейн. Это совсем другое прохождение. Да, да, да. Оно отличается от стандартового. Это довольно близко. Это было очень близко. Да. Так, ну тут страйкер просто так... Боженько уворачивает от всего, что только можно благодаря своим... На данзелл не уворачивается? Да, вот как ни странно, у них немного разные. Вот данзелл использует немного более сейфовую тактику. Да не, они... Они на базу оба не уворачиваются. Да не оба... Тут вообще сложно уворачиваться. Посмотри, тут все повсюду летает, выстрелы какие-то. Да и навсегда, вот сейчас как-то еще спокойнее. И ему даже по шипам... Они дамедж бустят по шипам, чтобы быстрее пропрыгнуть уровень как-то... Да. Ну, по большому шту, да. Это такое, знаешь, танк-ран, просто беги танкуй и убивай все. Ну, есть в этом уровне, в который я нужен, В этом уровне, на что я на, В этом уровне я живу. Но причина, почему я играю в этом уровне, Потому что я жил в Локфе с прошлые два года, и это только первое, которое я получил. Но этот уровень у нас есть время на запасе на японском версии. Босс умирает гораздо быстрее, по каким-то причинам. Это примерно 10-15 секунд вперед. Данзелл играет в японскую версию. Незаметно. Она не любит тебя, но не любит тебя. Но 500 человек не любит тебя. Это японская версия, которая выходила в Японии, но она нам есть. И как он говорит, японская версия этой игры, ну, он изначально начал не играть, потому что у него не было другой, он ее купил. Но, как оказалось, вот этот босс, Алхар-босс, в японской версии проходится быстрее. Это какой-то, опять... Ну, у него хп-то есть по дефолту меньше. В том-то и дело, что никто не знает почему, но этот босс проходится быстрее. Ну, нет, там хп-то меньше, наверное. Ну, наверное, там немного меньше хп, но вот это опять особенность японских версий. Почему они проходятся быстрее? Почему вообще японские версии игры настолько отличаются от дефолта? Потому что вы не должны выбрать кого-то другого, если вы не пропустите. Они будут использовать Чуи в 1-2 уровне, только потому что в следующем уровне ее будет безопасно. Если вы не хотите меня туда, то это все равно. Но таз-рон используется в 2-2 уровня. Это мини-боссик такой, Мейн Кэнгс Дроид, он его очень быстро убьет. Возможно, здесь еще что-то зависит от типа урона, да, вот он использует Слилку с флазмой, да, вот у него, он пишет Слилку. Ну, а Вуки у него... Ну, Вуки, он какие-то Айюна. Ну, у Вуки был тогда другое урожие. Ой, это был сейчас такой супер удар, короче, как, ну, распространен во многих платформерах. Даже, ну, в Метро Эдуаньи, да, например, там, в этом, в Воре есть такой, когда ты получаешь лвлап. Ну, здесь это просто, видимо, какой-то предмет, и ты взрываешь всех врагов на экране, которых видишь. Ну, в целом, это очень удобно. Не то чтобы это слишком нужно. На Айзи тут, наверное, слишком просто. Да, ну-ка, кстати, отмечают... Так, у нас был легкий пролаг. Да, это игроки. Дело в том, что... Многие... Многие враги на этом уровне, когда мы их убиваем, взрываются. И если убить сразу много врагов, то можно просто залагать консоль. Игра подвиснет, поэтому тут нужно быть немного осторожнее. Да. Да. И причем, как говорит Данзел, вот как раз эта часть уровня на японской версии находится медленнее, чем на американской, потому что лаги от взрывов мобов на японской версии менее. Да. Тоже странная версия. Ну, вот такая вот, собственно. Акция... Да, 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 да. Данзел на японском. Ну, так, нет. Ну, это текст основной на японском, а мьюта все на английском и все остальное. Как бы так и не догадаться даже. Как мы видим, Вука уворачивается от Тия, это истребители Империи. Ну да, истребители тут и эти колесные роботы. Не знаю, правда, зачем он от них уворачивается, вроде бы они полы внутри. Не-не-не-не, они дамажат его, если... Просто тут как-то очень умело надо прыгать. Тут очень интересный спринт такой. Я так и не понял. Ну смотри, как он весело делает подкат, ты просто посмотри на это, а? Ну, он просто катится на спине. Они поленились нарисовать ему нормальный спрайт для этого видео. Да нормальный спрайт, по-моему, весело. А так никто не делает, это невозможно. Зато весело. Ну да. Они сравнялись, например. Ну... Данзел все равно обгоняет. Он собачку поднял. По-моему, Данзел угоняет. Причем ощутимо, потому что страйкер-то буквально только перешел на этот уровень. Угу. Ну и мы собрали 146 тысяч долларов. Но это не особо много. На данный момент будет гораздо больше. Ну, по крайней мере, как разовая практика, так и есть. Он просто... И вот Данзел уже бьется со следующим боссом. С имперским защитным дроидом. Его особенность достаточно очевидна. У него сзади появляется такая... Такой свет, куда нужно стрелять. Это как бы ядро этого босса. Он оттуда стреляет ракетами. Нужно просто туда стрелять. Этот паттерн, я бы сказал, на данный момент, он прыгает несколько раз, без открытия. Нет, нет, нет. Там что-то шутит опять? Нет. Просто мне стало забавно. О том, что этого босса нужно делать сзади. Да, они тут много что нужно делать сзади. Ты видишь, как Луки... Что Луки делает своим сзади? Он катится. Ну да, наверное. Нормально. Ну окей. Ну что, Дензел перешел на следующий уровень. Страйкер только приступил в битве с Империал Дефенс Дроид. Это... Не нянь... Я даже не знаю. Горячейки это няньят, в принципе. И то-то другое в любом случае успеют на эстамейте. Ну это просто развлечение. Ну и явно видим, что Дензел отгоняется. Ну это просто развлечение такое своеобразное. Там... Когда люди играют в горячий стул, они же там, не знаю, каких-нибудь героев третьих, холдскульных, они же там фишка не в том, чтобы кто-то кого-то попитил, а просто вот, ну, в самом процессе развития и... Ну да. Ну да. В принципе, это друзья. Они оба... Они не оба любят эту игру, они вместе тренировались для того, чтобы пролететь ее на AGDQ. Ну это такое, да. Ну никого, поскорее, просто для развлечения. Ну, в общем-то игра не сложная, и учитывая, что в ней не нужно учиться делать какие-то гличи, но по сути, вот что он делает. Я понимаю, она была бы еще на харте, это было бы послажнее, конечно. Да, но... Так... Нет. Это очень... Это простой спидран с точки зрения самого... как бы самой техники спидрана, на самом деле. Ну, нужно просто все очень быстро сделать. Ну да, и запомнить, куда идти. Тут просто и налево, вот вы можете пойти, тут все и все одинаково, и вообще там... С точки зрения рутинга здесь, мне кажется, все-таки не слишком сложно. С точки зрения исполнения, да. Ну да, тут почти коридорно. Есть, конечно, моменты. Да, он все равно дамажит. Они причем связаны не с танковкой больше, они связаны именно с правильным таймингом, видишь? Нет, там был босс, которого он заобузил, короче... По-моему, Дензел, ну, по крайней мере, это на его экран смотрел. Он... Убивал босса. И... В момент его респауна, он как бы зашел в него, и тот, кто не мог его дамажить... И следующий уровень, последний. Вот Дензел проходит его за Чубаку. Здесь достаточно много платформ, то есть здесь просто перескакивание по платформам. Нужно... Избегать лазеров. Ну, то есть, ну то, чтобы избегать. Они просто знают таймер этих лазеров, они знают, какие лазеры нужно отстреливать, какие можно оставить. Это очень тратный цикл, это её основная цикл. Ну вот, чувак стишок написал в чате. Чебак очень смешно... Тут нужно знать, что... В SNS, ну, может быть, не он. Где? Шеклый. Да, да. Ну, здесь такой чисто вертикальный уровень. По сути, это вертикальный платформинг, что многим не нравится, потому что это неудобно. С точки зрения какого-то предугадывания прыжка своего, это сложно. Ну, у чё он стоит? Он не может тайминг поймать колеса. А, да-да-да, я вспомнил, да, там одна платформа, она раз в три цикла проходит. Вот сейчас он не успел, и, кстати, страйдера это нормальная фишка. Он тогда на записи, которую он скидывал для GDQ, вот он тоже там не успел с первого раза это сделать. Ну, видимо, это настолько сложно. Ну, да. Ну, в принципе, они оба практически добрались. Дензел уже добрался до последнего босса, да, он убирается очень просто, мы просто стреляем вверх. Просто стреляем вверх, и... Ну, кстати, заметь, он умедленный вот, хотя, нахуй... Босс довольно жирный, но, вот, видишь, он его практически не дамажит, я имею ввиду, босс не дамажит игрока. По-моему, босс какой-то пассивный. По-моему, по сути, нет, это на самом деле чит-плейс, он просто стоит здесь и расстреливает все заряды босса, которые он на него стреляет. Да, 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 да. Вот, видишь, у страйкера опять не получилось запрыгнуть на платформу. Господи, что с ним? Да, ну, бывает, что поделаешь. Не, я не спорю, это сложно. Ну, и, собственно, Дензел, в принципе, закончил игру. А, нет-нет-нет, вот я вас обманула. Тут у нас еще уровень на икс-финге, да. И вот тут у нас начинается сумасшедший уровень, от которого совершенно рябит в глазах. Мы летаем на икс-финге. Да, мы летаем на икс-финге и пытаемся сбить имперские истребители. Ну, вообще, мы летим сбить звезду смерти, но, я так понял, здесь тоже скоро набрать надо какой-то. Ну, судя по всему, пока мы не наберем этот скор, да, пока мы не наберем этот скор, просто звезда не появится. Ну, как-то сможем ее убить. Да, Дензел, полетел, собственно, убивать звезду. Да, он уже начал. Да, здесь нам показывают его шелд, в общем-то, сколько урона ему осталось получить. И снизу, вот видите, уменьшаются цифры с 8000, это сколько ему еще здесь осталось ехать. Когда они кончатся, он доедет до конца этого, ну, так сказать, коридора. Притом, в центре экрана, внизу, там намек на более старую версию этой же игры, которая реально выглядела так, как вы ее видите, вот эти оранжевые контуры, да, это вот когда еще самые первые только платформы появлялись, самые первые компьютеры. Вот так примерно эта игра и выглядела, вот. Ну, не только алтскульные игры, разные будут, но в большинстве своем, да, спидранеры любят просто алтскульные игры, там много чего интересного можно найти. Вот мы, например, вот сейчас недавно видели, да, сейчас, не так давно было, да, спидран по Resident Evil 1, по ремастеру, да, он получил, кстати, первый урон, был спидран по Resident Evil 1, и там почти не было никаких ключей просто потому что хорошо слаженная игра. Да, он почти доехал, и, ой, Дензел намного почти его обогнал. Дензел обогнал страйкера намного. Ну, каких-то особых требований, чтобы были игры именно старыми или новыми, нет. Просто спидранеры присылают свои игры на GDQ и их отбирают. Каждый год отбирают и старые игры, и новые игры. Вау, очень красиво, это все. 20 секунд от моего PB. Ну, все, да, время. Собственно говоря, Дензел побил свой PB на 20 секунд. Молодец. Страйкер почти закончил, на самом деле он практически закончил. Да, все, и тайм. Ну, что, у Дензела 26 минут 48 секунд, у Страйкера 27 минут 20 секунд. Это очень хороший ран. Ну, Дензел как бы доказал, что, ну, вот, он доказал тезис о том, что не надо спешить с самого начала, да. То есть он вначале немножко застрял, и потом он уже где-то, начиная с, через несколько уровней, он начал тупо вести. Вообще, особенно мортальным был в этом смысле, это смертельным для гонки, вот, со стороны Страйкера был момент, что он умер. И это сыграло все, то есть если бы Страйкер не умер, все было бы хорошо. На самом деле да, если бы Страйкер не умер, то я думаю, что он бы победил. Ну да, ну ничего страшного, это какая-то такая... Хотя, как ни странно, вот тут может быть и нет. Дело в том, что Страйкер нагнал то время, которое он потерял после того, как умер. И он затормозил чуть позже на уровне, где против нас было очень много врагов. И он там в каком-то месте просто затормозил, начал получить лон. Начал чрезмерно там увлекаться прыжками. В то время, как Грозу просто шел на герою, и так получилось, что он чуть позже на уровне. Я должен был. Ты, наверное, купил их без... Мне тут намекают на то, что я говорю, как... Ну, я не буду говорить, как то смертельный был момент, когда он умер. Ну, я, извините, я знаю, оговариваю. Ну, это слово было, собственно. Ну, это слово было. Приняйте сюда. Ну, да. Входы были впоследствии за их мою футную, и мы не знаем передам. Скорей всего не сегодня и не завтра. Скорей всего никогда. Да может, еще раз про это говорили. А, то есть, где-то через неделю... Да, вот, да, BattleBlockFeed сейчас будет в 3.40, и мы его комменчим. А лучше, может быть, мы посмотрим. Может быть, с нами еще кто-нибудь его будет комменчить, и мы все-таки поговорим. Ну, что нужно больше людей в этой комнате. Да. Я бы не советовал про это или, кстати, так, по-моему, нормально. Я думал, здесь совсем душно будет. Все хорошо. Ну. Не вопрос. Что делаешь? Я думала, немного на телефон поглянуть, но передумала. Не надо его пробовать, но он так прекрасно стоит, я думаю. Да, да, ну вроде хорошо. Хорошо. Супер. Так, ну мы вырубаем пока. Сейчас я... Мы снова здесь. Ну, в принципе, очень хороший раунд. Хороший забег. Даже... Хороший... 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 Казаран. Сказах... Сказах. Что ты говоришь такое. Хороший забег с кроходом. Нет, Казарат. Алька... Хороший Казарат. Я никогда не запомнил какой его звук. Алька, не ли? Альпака. Альпака. Альпака? Альпака. Ну, да, у вас пока новый сигнал, потому что там полностью все-таки устанавливают, дальше будет Микки Маус. Микки Маус, будет очень быстро, и Микки Маус будет на хардкоре, вроде бы. Да. Magical Quest starring Микки Маус. Ну, это платформер. Да, вот чистый такой. Прикольный, будет пара интересных моментов, почти не будет никакого багаюза вообще. В основном всё даже честно, насколько я помню. Но если будет, что-то мы вам скажем. Да, чуть-чуть будет, по-моему, он там в одном месте через текстурку влезает. Не помню. Ну ладно.